В Сирию из Иссык-Кульской области выехали 45 человек. Самое печальное то, что взрослые увозят с собой своих детей. Кроме того, в правоохранительных органах отмечают, что выехавшие родственники агитируют своих близких выезжать на чужбину. Сейчас уточняются данные семьи из 25 человек, выехавших в Сирию. Общественность совместно с представителями властей пытаются пресечь дальнейшие попытки выезда граждан из страны. Усен Кульбаев продолжит. На сегодняшний день из Иссык-Кульской области в Сирию выехало порядка 50 человек. Больше половины из них выходцы из Тонского района. По подтвержденным данным, отсюда в Сирию через Турцию выехала семья из 25 человек. Из села Бакамбаева её вывез 36-летний жалдужбек Карабаев. За два года он вывез туда всех своих родственников, включая маленьких детей и пожилую мать. Я ничего не знаю. С ним у меня ещё с детства не сложились отношения. Даже не знаю, разговаривает он с матерью или нет. Да мне неинтересно знать о нём что-либо. Простые жители обеспокоены происходящим. По общему мнению односельчан, у выехавших в Сирию нет глубокого представления об исламской религии. Это стало очень большой проблемой. Мы должны быть далеки от подобных действий. Появилось много различных течений в исламской вере. Терроризм совершенно неприемлем для ислама и далёк от этой веры. После выезда земляков в Сирию все усилия правоохранителей направлены на проведение разъяснительных работ среди общественности. Представители духовенства и власти регулярно проводят встречи с населением региона. При встрече, когда информируешь о том, кто такой террорист и ИГИЛ, то на местах понимают, о чём речь. Разъяснительной работой должны заниматься не только представители правоохранительных органов, но и местные власти. Люди слушают внимательно, но когда расходятся, всё пролетает мимо ушей. Надо, чтобы всё общество подключилось к этой работе. Если мы этого не сделаем сегодня, то кто даст гарантию, что большинство не окажется в Сирии? Усен Кульбаев, Едельбек, Мелизбек, Макыт Шаимбетов, Общественный Первый канал, Иссык-Кульская область.